Да, смартфоны нам заменили все, это точно. Чего только не придумают для них. А между тем и обычный телефон с камерой может быть очень полезен и функционален. Знаешь, я вот не верю, что это сейчас мне говоришь ты. Ты же сама плакала, когда свой смартфон в ремонт отдавала. Ну, понимаешь, тогда я просто не знала того, что я знаю сейчас. Ну и что ты знаешь сейчас? Поделись с нами со всеми. Сейчас поделюсь. Журналисты Матрицы придумали, как из обычного телефона с камерой сделать полезного и функционального помощника. Да, уже выезжаю. Сейчас ключи найду, куда-то потерялись. Диски с фильмами? Да, были, но я их кому-то отдала, а не помню кого. О! Волшебная лампа. Надо ее потереть. Хочу, чтобы жизнь стала проще. Твое желание исполнено. Ну что, камера в телефоне сделает мою жизнь проще? Фотокамера есть практически в любом современном телефоне. Но мало кому из нас приходило в голову использовать ее не по назначению. Вот 10 способов того, как она помогает в повседневной жизни. Как часто ты даешь свои вещи другим, а потом не помнишь, что и кому дала? Да вот сейчас, например, подруге нужны диски, а я не помню, где они. Наверное, кому-то отдала. Вот тебе и первое применение камеры. Точно. При помощи камеры в телефоне вы можете сфотографировать вещи, которые кому-то даете. Телефон за вас запомнит человека, дату и состояние предмета. Удобнее хранить эти фотографии в отдельной папке, чтобы они не потерялись вместе с вещами. Ты ключи потеряла? Да, кажется, под диван завалились. И тут тебе телефон в помощь. Для того, чтобы посмотреть, к примеру, под диваном, не обязательно его отодвигать. Достаточно включить фонарик на телефоне и функцию видео. Проводим телефона в нужном месте, затем просматриваем то, что получилось. О, ключи нашлись. Теперь можно ехать. Ты себя в зеркало видела? Нет. А что там? Ну, вижу, и что? А ты себя сзади посмотри. Ничего не вижу. В маленькой женской сумочке не оказалось зеркала? Не беда. Его легко заменит фронтальная камера телефона. Если нужно рассмотреть прическу, просто сфотографируйте ее со всех сторон. А ты все документы с собой взяла? А что, нужно все? Никогда не знаешь, какие документы тебе сегодня понадобятся. Даже нужные документы можно всегда носить в телефоне. Фотографируйте их, а когда понадобятся, распечатайте прямо с телефона. Длинные номера и реквизиты можно просто показать. С помощью камеры можно организовать свой собственный мобильный офис. Сканировать документы без сканера и сразу отправлять их другим людям. Для сканирования есть различные программы. Такое бесплатное приложение, как Камсканер для телефонов с программным обеспечением Android можно скачать в Play Маркете. Камсканер позволяет легко сканировать документы и сразу отправлять на печать или почту, редактировать и даже делать заметки. Вроде все. Ну и что ты забыла на этот раз? Я вот хочу на обратном пути в магазин заехать. Принеси мне ручку, я составлю список продуктов. Просто сфотографируй то, что у тебя есть в холодильнике. О, это идея. И на кухне телефон помогает. Сделав фоторецепты с компьютера, сэкономите время. Не нужно будет бегать к монитору во время готовки и сверяться с рецептурой. Получится кулинарная мини-книга. Но будьте осторожны, не уроните случайно телефон в кастрюлю. А еще вы можете снимать блюда во время приготовления и гордо выложить рецепт на какой-нибудь кулинарный сайт. Ну и где я? А карту с собой взять не судьба? Я хотела, она бы в бардачок не влезла. Ну телефон же есть, телефон. А, кажется я догадалась. Найти нужный адрес помогает навигатор. Но что делать, если его нет? Просто сфотографировать карту с компьютера, а при необходимости проложить маршрут. Если маршрут слишком длинный, а разрешение камеры не очень, увеличьте и сделайте несколько снимков. Согласитесь, что проще листать фотографии на телефоне, чем кружить по незнакомому вам району. Чем это ты занимаешься? Да вот еще способ придумала. Можно фотографировать свое растение с периодичностью раз в неделю и наблюдать за его развитием. С помощью камеры можно наблюдать за тем, как растут ваши дети, растения и домашние животные. Или следить за своими результатами в тренажерном зале. Эти фотографии можно совместить в графическом редакторе, таком, например, как в фотошоп. А потом фотографиями вы сможете поделиться с друзьями. Опять моя помощь нужна? Да вот отключить я отключила, а что я откуда не помню. Так фото надо делать до и во время любого ремонта. Не секрет, что ненужные запчасти остаются при самостоятельном ремонте любой техники. Поэтому до и во время ремонта можно делать фотографии, чтобы не возникало вопросов, что и откуда. Автолюбители уже давно прибегают к помощи телефона при ремонте своих авто. Ведь сфотографировать требующую замены запчасть чаще всего проще, чем везти ее с собой в магазин. А это ты зачем? Так посмотри, сколько машин. Как я потом свою искать буду? Для того, чтобы сэкономить время и нервы на поиск автомобиля на большой стоянке, можно снять видео у машины и ее окружение. Тогда, просмотрев ролик, можно легко сориентироваться. Главное, чтобы рядом были какие-то заметные ориентиры. Подожди, Рубик, а ты точно помнишь этот двор? Как не помнишь? Вот мусорный ящик, а там женщина курила. Запомнила? Да вот столько мест, куда хотелось бы сходить. И когда время появляется, все из головы вылетает. А еще нужное место легко запомнить, сделав снимок. В телефоне всегда будет фотосписок мест, которые вы хотели посетить. Затем их можно опубликовать в социальной сети, а друзья и знакомые оставят отзыв о заведении. Но если вы не доверяете интернету, вы сами на фотографии можете поставить лайк или дизлайк. Да, Джин, это только 10 способов применения камеры. И как же ты раньше жила без камеры в телефоне? Итак, ваша камера умеет не только фотографировать домашних животных, а также помогает не заблудиться, не забыть, не потерять и увидеть то, что скрыто. Главное – творчески подходить ко всему и ни о чем не переживать. Не, ну а что за люди, а? Мне бы Джина, да я бы не такие желания загадывал. А я знаю, что бы ты загадал. Миллион долларов и красивую девушку. Ой, вот красивых девушек не так хватает. А миллион ты мне недооцениваешь. Миллиард минимум. Миллиард минимум. Миллиард, до деревья. Миллиард. Миллиард. Продолжение следует...